Учиться можно и нужно не только за партой. Игра что, где, когда и интеллект разовьет, и знаний добавит. 12 декабря в этом смогли убедиться студенты среднеспециальных учебных заведений города. В день Конституции Комитет по молодежной политике и спорту администрации города организовал для ребят викторину в Доме культуры имени Ленинского комсомола. Все вопросы в игре были связаны с правовой и законодательной темой. Практически каждый человек знает, что Конституция есть, основной закон. Но если пойти глубже, то далеко не все знают положение основных статей, вот этого вот закона. И мы считаем, что данная акция, она как раз способствует патриотическому воспитанию нашей молодежи, формированию гражданской позиции. Поэтому это мероприятие и проводится комитетом. В игре принимали участие 8 команд от СУЗов города. Лесхозтехникум, профессиональное училище номер 5, Великолокское медицинское училище, ВЛТЖТ, агротехникум, политехнический техникум и ПГУ. Готовились к игре и преподаватели. Многие из педагогов пришли поболеть за своих воспитанников. Мне самой с ними несколько дней пришлось изучать вот этот документ и обращать внимание на некоторые разделы и на статьи Конституции. И вот одна из статей «Право на образование» она сегодня реализуется. А в нашем техникуме – право на бесплатное получение среднего специального образования. И те ребята, которые сегодня выступают, после окончания нашего техникума, через 2 года 10 месяцев, они получат диплом «Специалист лесного лесопаркового хозяйства», но со знанием Конституции Российской Федерации. Вопросы были различной сложности. Не на все игроки находили правильные ответы. Самой сильной оказалась команда «Путинка» от ПГУ. Они заняли первое место. Все участники получили в подарок Конституцию, а капитанам команд вручили почетные грамоты.